В этом ролике я начал делать обзор самого главного района острова Бали, Ченгу, но потерял коптер. Причем при таких странных обстоятельствах, что начнем мы с коптера, а потом обзор и про деньги, как вы любите, и проценты на вложенный капитал. Друзья, запустил коптер, успел немного пролететь вот вдоль моря и потерял сигнал. Причем так неожиданно. И вот он мне пишет. Вот Aircraft Disconnected. Судя по всему, где-то вот прямо здесь, вот над этой вилой, буквально, судя, видите, точка, ну здесь метров 20 вот до. То есть я отклонился-то. Ну что, здесь глушит, что ли, кто-то? Ну крутая вилла. Ну кто здесь глушит? Ну я вас умоляю, кому это может быть нужно? Ну правда, здесь через речку крутой комплекс Нуану, знаменитого создателя Киви Сергея Солодина. Ну что, он глушит, аж долетает глушилка до, через речку до соседнего района, чуть-чуть я сомневаюсь. В общем, иду искать. Так, вот на этой вилле ко мне подошла некая японка. Хорошо говорит по-английски, я ей все объяснил, что вот мой коптер, вот буквально здесь летел, потерял сигнал, дайте я зайду. Нет, это не моя вилла, я аренду, я не могу, я вам садовника позову. Хорошо. Я садовнику дал вот этот вот пульт, он с ним дошел, выносит через полчаса и говорит, так, это не на нашей территории, на соседней, иди, говорит, вокруг. Я пошел вокруг, на соседнюю виллу, и там ребята любезно согласились пустить меня на территорию, я зашел и... Ёлки-палки, смогу ли я его, а что с ним случилось? Он потерял сигнал вот здесь в море, я вот пролетал около моря. О, да. О, мой бог, что произошло? Это местечко называется Джимаги, господи, что же случилось? То ли он зацепился за что-то. Спасибо мне, вот ребята на этой вилле помогли его достать. Океан находится вон там, то есть я летел, ну вот, может быть, отклонился от берега метров на 20, и все. Хорошо, была точная точка, где он потерял контакт, и мы по ней реально его нашли, то есть до чего же он умный. Но вот, о май гад, местечко называется Джимаги, где я его потерял. Так, что же мне теперь делать-то? Да, на этой вилле ребята оказались любезны, а на соседней... Большое спасибо Симарапуре за мой коптер. Другое дело, что не факт, что он у меня будет жить, но, по крайней мере, там есть флешки, и вы увидите съемку. Кстати, там же будет момент, там будет момент, когда он потерял сигнал, и что с ним вдруг случилось. Вот он летит, снимает, посмотрим сейчас. И вот я дома достаю из коптера флешку. На флешке все старые съемки видны, а этот файл, когда он вырубился, не открывается. Увы, мы не увидим, почему же он все-таки грохнулся. Что с ним произошло? Почему в бассейне? Ох, будет ли он работать, когда высохнет? Ума не приложу. Но мог ли он зацепиться вот за какую-нибудь вот из этих пальм? Или все-таки это какая-то глушилка? Ну, так неожиданно. Прям летит, летит, бам, и нету. И если вы посмотрите, бассейн, в котором мы его утопили, он, ну, как-то не в пальмах стоит, а где-то сбоку. В этом ролике будет много про стройку, потому что на острове Бали невероятный строительный бум. Но никакой рекламы. Я не посоветую вам ни одного конкретного жилищного комплекса. Я сделаю обзор района Ченгу. Это главный район этого острова. Здесь больше всего туристов, ресторанов и сплошной строительный бум. Готовая гостиница, стройка. Готовая вилла, стройка. Вот я нахожусь в готовой вилле, напротив стройка. Рядом готовая вилла, а дальше опять стройка. Чтобы вы не думали, что остров Бали – это один сплошной гламур и крутые стильные ресторанчики, вот я вам покажу просто улицу в районе Кута, около пляжа, за крутым торговым центром, а вокруг, видите, Юго-Восточная Азия. Субтитры сделал DimaTorzok Вот я нахожусь на вилле, которую мы сняли на один день. 100 долларов в сутки. Она меня поразила тем, что она построена на участке всего сотка с четвертью. Представляете, три этажа поместилось. Вон, видите, бассейн, маленький дворик, 6 метров длина бассейна. Вот этот балкон, я вообще не понимаю, зачем он нужен. Ну ладно, пусть будет. Но главная фишка на крыше, видите, это называется Rooftop, 54 квадратных метра. Кстати, вот в эту джакузи можно налить воды, хочешь горячий, хочешь холодный, и сидеть здесь ночью. И большая компания здесь, конечно, может классно тусоваться, но, честно говоря, вечером весь этот район Чингу на Бали настолько красивый, освещенный. Ресторанчики, кафешечки, все так это сделано с душой, талантливо. Русские и нерусские пооткрывали все эти заведения. Ну, не хочется сидеть на своей вилле. Вот, например, один ресторан итальянский, очень вкусный. Не помню, как называется, не помню, где находится. Ну, где-то в центре Чингу. Да, не, ну если рестораны не по карману, тогда здесь, конечно, здесь. И местные девелоперы говорят, что если Rooftop не сделаешь, что твоя вилла, ну, мягко говоря, не ликвид, и в аренду ты ее будешь давать дешево, и вообще у тебя не будет такой заполняемости, поэтому Rooftop обязательно главное. Пошли посмотрим, как устроена вилла. Итак, вилла, которую мы сняли за 100 долларов, это, вот смотрите, кухня, она же гостиная. 18 квадратных метров, ну вот, по краешку. Видите, это входная дверь, то есть прихожей нет как таковой. На самом деле холл есть, вот эта вся техническая часть, шкафы, там то, что для уборки, это вот здесь, под лестницей. Лестница пафосная, богатая. Итак, 18 квадратных метров, кухня-гостиная, и вот этот весь дворик, я его перемерил, 35 квадратных метров. Бассейн 2,45 на 5,15. Даже я, когда здесь плаваю, мне удается сделать несколько грибков с угла на угол. Для меня это важно, потому что мне нужен спорт. Спальня 14,5 метров, санузел 5, почти 6 квадратных метров. Не больше, не меньше, прямо идеально вот то, что нужно. Понимаете, весь первый этаж, полезная площадь, 56 квадратных метров. Важный очень момент. Люди специально оставили вот такой въезд, чтобы ровно одна машина могла воткнуться. Я не знаю, кто тут на Бали будет брать в аренду машину, но сам факт. Это предусмотрено. 3,40 на около 6 метров. То есть 18 метров, одну машину ты воткнешь, если вдруг ты взял в аренду машину на Бали. Поднимаешься по лестнице на второй этаж. И вот этот холл, в принципе, большой, 17 метров, как бы кабинетик. Но, конечно, из этих 17, вот 6 посередине съедает эта лестница. Ну, не знаю, зачем она так сделана. Можно было бы по стенам сжаться. Но тогда бы она не была такая вот красивая, пафосная. И не так бы классно выглядела бы на фотографиях. Я думаю, что важно, чтобы на фотографиях выглядело круче. Тогда у тебя лучшая заполняемость. Вот эти три волшебные слова. ROI, ROI, процент на вложенный капитал. Здесь прям все виллы продаются обязательно с рассказом про ROI. Сколько процентов будете получать, когда ваша вилла построится и будет даваться в аренду. Значит, вот этот бестолковый балкон. Непонятно, зачем нужный. Но понятно, зачем. Ты же не можешь вот здесь вообще окна в окна построить. Видите, сосед тоже, видите, дворик сделал перед виллой, чтобы, по крайней мере, не было вот так сильно окна в окна. Итак, вот второй этаж этой виллы. Фактически маленький холл. Спальня 14,5 квадратных метров. И там санузел 6 квадратных метров. И все. И вот пошла лестница на третий этаж, там, где руфтоп. Значит, спальня. Очень грамотное решение. 4,40 на 3,26. Вот я сколько в России всего строил и проектировал, я уже убедился, что если ширину комнаты делаешь 2,90, ну, кошмар. Если ширину комнаты делаешь там 3, 3,10 впритык, 3,26 сразу у тебя нормально, живем. Мебель должна быть, конечно, такая вот, более-менее интересная, но это все местно, это недорого стоит, это дерево тик, все это красота, чтобы на фотографиях все это выглядело привлекательно, прям, боли-боли, чтобы все хотели, да. Ратмир Абашев, наш брат, НТВшник, ты когда вшел с НТВ? В 17-м году. А, привез меня на церемонию, это твоя подруга, что, открывает вилу там? Да, это моя бизнес-партнерша, она открывает вилу. Привет! любая вилла на бали сдается с бассейном бассейн обязательно потому что жарко вот это такая типовая спальня там санузел это да две спальни ту бедрум здесь огромный living room и кухня пока еще диван не стоит лучше пока не все штрихи добиты лофтовая модно-молодежно всем все кто хочет улучшить свое пребывание здесь удешевить и так далее обращайтесь все сделаю ну чё тогда в первом комментарии прикрепим твою телегу да телегу можно фейсбук когда начинаешь жить на боли тебе со всех сторон предлагают купить виллу за 300 тысяч долларов а потом живешь третью неделю понимаешь что лучший товар это квартирки или комнатки по 30 квадратных метров вот например здесь мы поселились в районе ченгу про который я вам обещал рассказать сделать обзор и мы снимаем виллу вон там так сказать почти у самого моря ну как все туристы знаете разводятся что до моря ты идешь буквально там 200 шагов да а когда мы пошли гулять в глубину души то мы ну во первых увидели что здесь сплошной девелопмент как видите да строят 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 среди полей душевно но главное что мы нашли вот такой домик многоэтажный в котором значит три этажа на каждом этаже по моему 8 квартир вот они 30 квадратных метров мы спросили сколько стоит аренда в сутки нам сказали а в сутки 450 руки то есть 27 долларов на сутки без завтраков а завтрак еще 50 руки ну то есть 3 доллара и завтрак и вот я понимаю что лучше товар для того чтобы сдавать в аренду и в дальнейшем получать проценты на вложенный капитал это конечно 30 33 квадратных метра здесь даже видите так по уму построен этот дом что там бассейн есть только что там человек таскать дело зарядочку купался я не стал его беспокоить я спросил а есть ли свободные комнаты нет ближайшие через три дня освобождается сколько стоит на месяц мне говорят ну 800 долларов то есть если посуточно получится типа 830 а если значит в долгу 800 ну ребят ну не серьезная скидка в общем это предмет торга то есть как и везде в подобных странах нужно жесточайшим образом торговаться и тогда будет тебе счастье 800 уже дороговато а вот так сказать было бы например там 550 было бы красная цена кстати там внизу вот это очень классная дверь входная сейчас я снизу сниму прям скута дерево обалденного вот это удивительная дверь изъеденная какими-то кара едами кстати здесь стол такой же видите сделан тоже кара еды в палец толщиной все его ели очень классно вот человек который построил эту виллу конечно большой молодец видите с любовью вот это все красиво на улочке которая очень тихая непроезжая но это тупик и в конце там так сказать купаться ну я залез детей бы не пустил потому что такие в общем скалы кораллы опасно море самое главное вот это вот многоэтажечка построенная сильно по уму в которой я еще раз вам хочу сказать что вот это такой правильный центр жизни да то есть ты днем и вечером у тебя есть холл в котором ты сидишь у тебя есть все еда пиво там то все завтраки и вот такой вот бассейник эти насколько по уму что даже сберегли вот эти все пальмы и таким образом у тебя тень то есть в жаркую погоду у тебя здесь тени кстати смотрите какие классные столы из каких-то долбленых старых деревьев которым сверху присобачили стекло такой элемент хай-тека не знаю лучше или комнатки на первом этаже что прям в бассейн или все-таки лучше подальше небольшое privacy ну и вокруг вот сплошной строительный бум а стоп забыл сказать недостаток этого многоквартирного дома в кафе внизу невкусно можно только кофе пить и в пешей доступности вокруг еще три разных стильных очень кафешки мы обошли ну так еда ну получше но все равно не фонтан когда построится вокруг больше домов будет больше кафе больше конкуренции тогда все будет круто ульяна к тебе идти ульяна к тебе идти так его арт вставай где там волна идет давай егор у егора с ульяной первое занятие на доске в океане на острове бали я хотел запустить коптер но здесь зона аэропорта не дает мне поэтому я вот по уши в воде я телефон мой заливает но я стараюсь детишек снимать как они тут фигарит у какая волна и я подпрыгиваю с телефоном в воде не знаю будет ли он работать бедолага его встал на мощную волну ну удастся ли ему доехать прямо на меня ну что же вы все прямо на меня едете да вот лучше бы ты не падала ехал давай давай не по не бойся в меня врезаться давай 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 Субтитры подогнал «Симон»